всем привет сегодня у нас на обзоре два лотика и вот этот первый давайте откроем его лотик совсем маленький вот такой вот там мало ручек и поэтому сегодня я вам два покажу два разных дорогу тоже небольшой но надеюсь и тот и другой будут достаточно интересными посмотрим что там за ручки у нас так и вот оно значит что давайте-ка давайте посмотрим что это такое а это у нас fine point от компании маби тут вот здесь можно прочитать fine point маби тут made in england к сожалению это скорее всего посеребрение или какое-то хромированное покрытие и которое уже пришло в негодность сам карандашик в неплохом состоянии нету таких вмятин каких-то но вот к сожалению само покрытие уже испортилось здесь крутим и смотрим что у нас там там пусто ничего не вылезает пусто но я даже не знаю во сколько такое оценить можно попробовать продать за 10 фунтов может быть кто-нибудь купит для того чтобы его починить ну или в таком состоянии добавить в коллекцию вот это такой здесь у нас есть значит это у нас шариковая ручка от паркера 51 но по моему состояние тут тоже не очень вот смотрите какой потертый колпачок очень нехороший будем думать что с ним сделать но есть джавелл но не пригодится джавелл здесь тоже что-то непонятно все разваливается оценять такой не буду в принципе состоянии не очень так здесь у нас наклеечка и это у нас кстати парке 51 о хорошая новость этого куматик открутим так даже что-то двигается есть надежда на то что насос будет живой смотрите он даже откручивается чтобы починить насос его надо вот открутить вот здесь вот иногда это очень сложно сделать а здесь он прям сам откручивается но я думаю что мы не сможем его сейчас вытащить потому что он там присох приклеился но тем не менее можно попробовать посмотреть если получится я вам покажу то есть вот откручиваете вот эту вот штучку вот и его надо оттуда вытащить да он сейчас оттуда не вытаскивается потому что он там приклеился пока не буду ничего делать чтобы не отломать вот но уже хорошо что будет легко починить то есть он уже откручивается сам по себе вот и И здесь у нас также беда есть с колпачком. Вся позолота у него уже потерта, слезла. Ну, не самое лучшее состояние. Здесь есть прикольный клип. Мне такие клипы нравятся. Нету джевела, очень плохо. Что у нас написано? Здесь написано 1,10. По-моему, 16 карат. 16 карат. Gold fillet. Made in USA написано там. Вот такой вот паркер. И что у нас внутри? Внутри тоже кто-то крутил. Вот она откручивается. Можно заглянуть вовнутрь. Вот, видите, какое перо внутри? 585, 14 карат. Давайте попробуем вытащить это перо. Вот, вытащили. Ага. Здесь нету даты. То есть, и перо у нас Паркер Ингланд. Это значит, что это перо уже менялось когда-то. То есть, кто-то его менял. Здесь должно было быть перо американское и с датой. Так как это вакуматик. Здесь должна была быть дата. То есть, это такая сборная соляночки будет. Но, это хорошо, что вакуматик я его починю. В принципе, все детали, все детали здесь целые. Единственное, что колпачок не очень. Но, колпачок тоже что-то придумаем. С ним сделаем. Вот, в принципе. На починочку будет неплохой у нас вариантик. Хорошая ручечка. Так. И здесь еще один пакетик. И здесь у нас должна быть самая интересная ручка. Сейчас посмотрим. Эти ручки мне, в принципе, в придачу, так сказать. А самое главное, из-за чего я покупал этот лот, находится вот в этом пакетике. Так. И тут, похоже, две ручки. Оп. Давайте вот так вот одну спрячем. И посмотрим, что вот это такое. Я уже даже не помню. А это у нас Биро. И это у нас, что тут еще написано? Здесь патент, наверное. И больше. Нет, вот тут еще что-то написано. Биро The Miles British Pen. England. То есть, и смотрите. Вот форма вот этой ручки очень напоминает. Напоминает ручку Svon Mabitod. Ну, скажем, 3360. Ну, очень прям похоже. Или 3160. Одно колечко. Такой же клип. Вот. И насколько я помню, Svon сотрудничал с компанией Биро. Вот. И, возможно, вот это они сделали вот такую вот. И сделали шариковую ручку Биро. Это была компания, которая делала вот такие вот разные шариковые ручки. Так. Вот она, наверное, не откручивается. Возможно, одноразовая. Не знаю, как она тут управляется. А, еще сломанный колпачок. Колпачок, к сожалению, сломан. Печалька. Так что, в принципе, это оценивать не будем. И, значит, вот оно самое главное. Что мы покупали. Это у нас Eversharp. Очень хорошо. Я вижу клип. Клип на месте. По фотографиям, когда я покупал, когда я делал ставку, этого клипа не видно было. То есть я не знал, будет он здесь или не будет. Eversharp. Made in USA. Очень хорошо видно. Вот такие вот грани у него. Это у нас Doric. Eversharp Doric. Вот такой вот здесь Art Deco Bandic. Очень симпатичный. Это у нас Leverfill. Это, значит, рычажная заправка. И это значит, что эту ручку будет очень легко починить. Все, что надо сделать, это просто открутить секцию, поменять резиновый носок и вуаля. Все готово. Естественно, надо будет убрать все вот эти потертости, царапины. Это будет сделать не сложно. Вы уже видели мои ролики по ремонту. И убрать это будет не сложно. Но зато, когда это все уберется, когда это все будет блестеть, эта ручка будет очень красивая. Это просто черненький цвет такой. Но даже смотрите сейчас с этими гранями, как она переливается и блестит. Вот этот вот цвет от лампы. Очень красиво играет блики на этой ручке. И это на данный момент она еще не отреставрированная. То есть, когда я ее сделаю, она будет блестеть. Она будет вообще классно выглядеть. Мне очень нравятся Эвершарпы Дорики. У меня есть две или три штучки. И вот есть еще одна вот эта теперь. Я пока не знаю, что я буду с ней делать. Я ее, конечно же, починю. Но не знаю, буду ли я ее продавать или оставлю себе. И, к сожалению, я не могу оставить все, что я покупаю, так как человек я не богатый и денежки как-то потраченные надо возвращать. Вот. Поэтому пока что я не решил, что с ней делать. Хотелось бы, конечно, оставить, но пока не знаю. Самое интересное здесь будет сейчас внутри. Сейчас я вам покажу самое интересное. Давайте открутим. То есть, здесь вот такая вот интересная секция. Видите? Вот такое вот углубление. И потом идет возвышение. И вот это специально сделано, чтобы вот этот колпачок оказался более так плавненько здесь переходил в ручку. Здесь вот уже поуже идет. И, в принципе, вы когда берете... Ну, в принципе, вполне удобный. Кстати, очень хороший размер у этой ручки. И смотрите, значит, самое главное, что здесь у нас попалось. А здесь у нас попалось вот такое вот шикарное, просто шикарное перо. Во-первых, это у нас даже не medium, а, скорее всего, broad. Или даже какой-нибудь italic или stud. Я не очень разбираюсь. Подскажите, если знаете. Но перо очень прикольное. И оно adjustable. Видите вот эту детальку металлическую с номером 5? Номер 5 это хорошо. Насколько я знаю, есть номер 3, 5, 7. По-моему, есть. Точно знаю, есть 9. 9 это самое большое перо. В принципе, пятерочка у меня попалась. И это очень классно. Кстати, здесь написано буква F как fine. Но я не очень уверен, что это fine. Возможно, здесь что-то, деталька какая-то не там. Не знаю, может быть, так и должно быть. Вот. Там на перье написано made in USA Evershark 14 карат 585 проба. Возможно, ниже еще что-то написано, но на данный момент я не вижу. И вот эта штучка металлическая, да, кто-то из вас знает, кто-то нет. Она двигается вверх и вниз. Если ее наверх отодвинуть, да, то у вас будет перо без флекса. То есть будет одна линия. А если вы опустите вот эту штучку вниз, то у вас, получается, линия будет с флексом. Более такая толстая и широкая. Вот. И сейчас я не буду это демонстрировать, потому что ручку надо помыть. Возможно, там засохло что-то. Если я начну двигать, то, может быть, что-то отломается. Этого лучше делать не надо. Сначала надо все хорошенько вымыть. Но такое перо, ручка с таким пером будет стоить дорого. На данный момент, я, конечно же, 100% не скажу вам, сколько такая она стоит. Но приблизительно я могу ее оценить в 150 фунтов. Примерно 150 фунтов. Но далее надо уже покопать, чуть-чуть посмотреть проданные. Посмотреть, за сколько выставлены. В принципе, я знаю, что ручка красивая такая, побольше, да, только размера. И с девятым пером могут уходить до 600 фунтов. 400-600 фунтов. То есть, вот эти ручки, они дорогие. Вот. К сожалению, клип не совпадает с левером. То есть, у многих ручек, да, есть разные позиции. Вот, допустим, здесь, да, можно, допустим, сюда поставить клип, и у вас левера не будет видно вообще. Мне нравится, когда ручки, допустим, лежат в коллекции, скажем, вот так вот, когда клип напротив левера. Но здесь он не хочет становиться, он чуть-чуть смещен. Вот. Ну, это небольшая беда. Вот. Такая вот ручка. Ручка классная, очень классная. Внизу напишу, за сколько я купил этот лот, я, если честно, не помню. Вот. Но вот ради вот этой вот штучки я все это покупал. И мне очень приятно, что здесь на месте клип. Иногда бывает, что клипа нету. Вот он потерян или отломан. Вот. И очень классное перо. Я не видел, что там цифра К5. Я видел, что вот эта штучка есть. Что это adjustable перо. Вот. Но здесь еще и пятерочка попалась. Кстати, ручка из 30-х годов. 1930-е. Классная. Очень классная. Буду думать, что с ней делать. Естественно, восстановлю. А дальше уже будем смотреть. Вот такой вот первый лотик. И сейчас я вам покажу еще что-нибудь. Здесь у нас интересные ручки. И вот она первая. Будем смотреть по порядку. Это Эстербрюк, если я не ошибаюсь. Эстербрюк. Симпатичный очень цвет. Здесь, кстати, есть импринт тоже. Made in England. Эстербрюк. Я такие не собираю, но они очень прикольные. Вот такой вот цвет у них. Есть такой зеленый, по-моему, и синий еще я видел. Кто-то мне говорил, точнее я в каком-то обзоре слышал, что красный цвет является каким-то таким, то ли редким. Не знаю, насколько это правда. Буду смотреть. Здесь вот такое первое. 2, 6, 6, 8. Вроде целое, но стальное. Очень прикольная ручка. Небольшая такая. Не знаю, есть ли у них разные размеры. Побольше, поменьше. Предстоит мне все это выяснить. Но ручка мне нравится. Очень такой симпатичный у нее цвет. К сожалению, не знаю, какие года. Но знаю, что они продаются. Видел, по 15 продавались. Ну и бывает по 20, по 30 фунтов тоже покупают. Вот. Очень симпатичная ручка. Мне нравится. Но мне больше нравятся золотые перья. Может быть, это одна из причин, почему я такие не собираю. Вот. Но мне нравится вид ее. Очень такой прикольный. Вот. Тут еще есть. Вот. Самое главное выпало сразу. Почему я боролся за этот лот? Потому что там есть вот такая вот ручка. Клип шатается, но это мы починим. Вы уже видели в моих обзорах такую ручку. Это Conway Stewart Herringbone. Herringbone. Это вот эта елочка. И тут у нас зелененький. Если посмотреть вот так вот, то это точно копия Conway Stewart 58. Именно какие я собираю. Но, к сожалению, 58 зеленые у меня нет. И, к сожалению, это не 58. Здесь написано Conway 93. Я уже знаю, это из объявления. Made in England 93. То есть она чуть-чуть меньше. Она меньше, чем 58. Но ее состояние просто шикарное. То есть здесь вообще нету никаких... Ну, чуть-чуть тут огнуто. Ну, это небольшая проблема. Состояние классное. Да, надо, конечно же, тут немножко клёп сделать. То есть тут это надо открутить. И посмотреть, что у нее там. Здесь у нас перышко. Оригинальное. Conway. 14 карат. И четверочка там написано. Перо есть. На месте. Небольшой флексик. Маленький совсем. Классная ручка. Такая стоит примерно, скажем, от 100 фунтов. Да, можно, опять же, как всегда, можно купить дешевле. Можно найти дешевле. И можно продать намного дороже. В принципе, такие ручки пытаются очень часто продать за 180 фунтов. И я, на самом деле, сам продавал такие ручки за столько. Вот. Но оценим ее в 130. 130 фунтов, я думаю, ее купят. Я знаю, что ее купят. Просто не сегодня, возможно, не завтра. Вот. Это где-то 130 фунтов стоит. Это, допустим, 20. Итого 150. Купил я этот лот за 80. То есть вот этими двумя ручками я уже здесь все окупил. Здесь есть еще вот такой вот пакер. Сразу вижу здесь трещина. То есть это, в принципе, недорого будет стоить. Здесь золотое перо. Маленькое. Вот. Ну, а сама по себе вот это паркер 17 леди. Если я не ошибаюсь. Паркер леди. Да, 17 леди. Вот там написано. Плохо видно. Но там написано. Паркер 17 леди. Made in England. Это примерно 50-60-е года. Думаю, может быть даже под 70-е где-то. Вот. Но она сама по себе недорого. Где-то 15 фунтов стоит. А в таком состоянии так и тем более. И сейчас вытащу здесь. Здесь еще две ручечки есть всего. Ну, вот это давайте посмотрим сразу. Это свон. Сразу видно свон. Моделька есть. Моделька, моделька. Модельки не видно. Тем не менее. Здесь у нас вот такой импринт. Свон селф филлер. Маби Тодд. Ин компани. Made in England. Английская компания. Здесь позолота подслезла. Вот. Поэтому я оценю это тоже в 30 фунтов. Это целая ручка. Вот. И здесь у нас еще что-то есть. А вот это, кстати, интересно. Посмотрите. Вот. Видите? На клипе. Вот клип. И вот на клипе там есть котик. И также котики есть тут. Точнее там котики. Буковка, наверное. Так. И на барреле где-то должно быть, значит, тоже что-то написано. А вот. А вот и здесь надписи. WML. Это компания. Якорь. Это Бирмингем. Город английский. Котик. Это серебро. Ну, лев, конечно же. И буковка N. Это год. Сейчас не скажу какой-то год. Здесь что написано. W United. Это какая-то гравировка, наверное. То есть, это у нас серебряный карандаш. Что у нас? Тут крючу. Да. Вот он тут есть. Так вот сделаем. Вот. Он там вылез. Но тут нету просто грифеля. Вот. Но он рабочий. И даже самое хорошее, что практически без дента. Вот здесь, по-моему, маленький есть такой дентик. Ну, он совсем такой легкий. То есть, это будет, я думаю, 15 минимум фунтов. Ну, будем смотреть дальше, что с ним делать. Вот. Вот такой вот плотик получился на eBay у меня. Опять же, на eBay выиграл. Очень даже выгодно. То есть, боролся я почему? Потому что там есть вот такая ручка. А я знаю, что она очень дорогая. И за 80 фунтов. Это, я считаю, шикарная покупка. Вот. Так что, снова нам везет. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok